Велосипед 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 отвозят велосипедистов назад соответственно если кому-то нужно чуть раньше да есть у нас кто-то кто уезжает раньше заполняется автобус один уезжает кто остается уже уезжает другими автобусами и в этом году есть рейсовые автобусы которые ездят три автобуса до ездят на шлюз есть официальное расписание можно воспользоваться и сколько вот уже было подано заявок на данный момент у нас всего 279 заявок принимаем уже около двух недель до с 19 июня мы уже принимаем заявки но обычно сам такой наплыв заявок это последние недели потому что людям сложно рассчитать на месяц вперед свои планы ну и конечно очень многое зависит от погоды а вот если так соотношение парней девушки мужчины женщины возраст дети взрослые гости может быть из других стран у нас и около 10 процентов это гости из других стран это польша в основном польша литва россия есть у нас те кто зарегистрировались в прошлом году нас были из австралии туристы до мимо проезжали ну каждый год из каких-то очень далеких стран у нас есть гости мы их ждем их рады видеть всегда какие-то интересные устраиваем им экскурсии рассказываем про марафон мы любим гостей чаще всего больше больше участников у нас мужчин пока у нас 81 процент это мужчины но и девочки не отстают от участия очень много в этом году детей которые регистрируются на дистанцию специально из детский велозаезд 150 метров они детки мы делим их по возраст они проезжают эти 150 метров и все абсолютно все награждаются там приза то есть у вас по сути будет четыре дистанции 150 метров 7 километров 40 километров и марафон и детский хорошо а вот просто я например знаю что в основном на 7 километров едут тоже принимать участие дети да но он ориентирован на детей ориентирован на детей ну и взрослые тоже могут в нем принимать участие и вот что вы посоветуете взрослому который не может решить что делать участвовать 40 километров или в семи с детьми же вы тоже вроде ходе не хочется ехать покупать напиток горн можно ли там где-то сойти я вам скажу так что если люди уже ну используют воспитание транспортное средство ездят как-то имеют опыт в передвижении то они могут себя попробовать на 40 километров это круг в принципе есть возможность если что сократить эту дистанцию кроме того на во время дистанции у нас есть пункт питания который здесь ну проблем нет но если человек вообще не используется то не ездит и вдруг он решает ну поеду то конечно 40 километров ему наверное но не стоит я по горочкам как там это пересечена местность и асфальт и лес и поле и брод вы будет у нас да не может лежится все прелести и нужно учитывать что это и исторические какие-то места да мы едем по августовскому каналу там их очень много и оборонительные доты шлем обязательно обязательно где его взяли маньян не у кого нет шлема из моих знакомых вы знаете но шлем это такая личная безопасность и я думаю что если вы катаетесь то вам стоит его приобрести может быть одолжить у каких-то знакомых кто не использует но шлем это обязательно условия на старте судьи будет проверять чтобы был просто без шлема не допускается шлем и паспорт при регистрации это обязательное условие ну и велосипед конечно сами может быть какие-то будут технические точки если все бывает да вот там колесо открутилось или мало ли спицы какие-то погнулись вот у нас по трассе марафона будут стоять наши волонтеры которые во первых будут направлять движение и волонтеры у нас как правило обеспечены еще латками для заклейки камер какие-то минимальный набор ключей то есть медицинская помощь какая-то тоже первая первая вот насчет волонтеров кстати еще можно как-то стать волонтером вот если наши зрители смотрят и какие оплеса и бонусы и выгоды волонтером не только можно но и нужно стать вот это для тех кто не осмеливается поехать на велосипеде да я езжу допустим один раз в год и мне стук ног но хочется поучаствовать таком классном мероприятии он может стать волонтером волонтеры у нас очень любимые им выдается маечка такой майки нигде нет каждый год это майка другого цвета логотип каждый год может а потом коллекцию у многих наших волонтеров кто участвует каждый год действительно уже есть своя коллекция волонтеры получают питание мы их кормим обязательно и это не только питание которое мы заказываем но и ну такие дополнительные какие-то там чайок блинчики что-то еще там супчик вкусный их обязательно накормит плюс волонтеры у нас получают всю сувенирную продукцию бесплатно естественно ну и конечно вот этот адреналин и чувство принадлежности вот к такому супер мероприятию это конечно очень и очень затягивает у нас есть волонтеры которые участвуют каждый год и заранее не звонят и участвуют целыми семьями с детьми и для каждого находится работа около ста волонтеров обычно у нас участвуют в этом мероприятии но если кто-то сейчас нас видит то может мы приглашаем на сайте логродно у нас есть специальная форма эта форма есть в соцсетях регистрируйтесь и добро пожаловать раскрытие а по возрасту вот самый молодой и самый возрастной участник сейчас мы проводили статистику на данный момент самый молодой участник это два года но я думаю что он будет ехать с родителями в специальном кресле и самый старший самому старшему сейчас 71 год а 71 год на какую дистанцию зарегистрировал но к сожалению я вам не могу сказать этого точно но обычно у нас нет недостатка возрастных участников на самом деле для меня это было всегда удивительно но они едут разные полу марафон и марафон ну видимо они чувствуют уверенность что им всегда помогут и это тоже какая-то принадлежность вас получается выбраться на дистанцию какую-нибудь вы знаете у нас на самом деле столько организационных вопросов да что мы просто даже если захотели мы не сможем вот но просто вот юля калида рассказывала что она но я все время занята но я так хочу но я 7 километров впереди детей все равно погнала каждый год мы очень хотим очень планировали бы но никогда не получается потому что мы заняты действительно этим процессом но я вам скажу что в процессе подготовки мы набегаем такие дистанции что участникам даже не снилось представляю скажите мне еще пожалуйста давайте немного поговорим о велодвижении вообще в нашем городе насколько я знаю сколько сколько у нас людей которые вот скажем так предпочитают двухколесный транспорт ведется ли какая-то статистику может вы же вели недавно подсчеты если я не ошибаюсь действительно мы вели подсчеты но мы не ставили перед собой целью подсчитать количество а скорее посмотреть какие улицы более популярны какие маршруты предпочитают велосипедисты какие тротуары нужно усовершенствовать не секрет что у нас многие тротуары с очень высокими бордюрами и это неудобно не только велосипедистам но и мамам с колясками и людям с ограниченными возможностями поэтому велогродно поставила себе цель посмотреть где больше велосипедистов и вот заниматься именно этими маршрутами где в прошлом году мы проводили статистику в центре и в этом году уже очень многие бордюры вы если видели уже занижены по да она очень круто мы хотели сказать вам спасибо за эту работу и городу потому что в центре мы заметили я заметила что стало о особенно лучше троицкая улица да да там все 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 кстал от него вот некоторые партюры которые как будто вот песочком такие вот эти вот насыпанную как-то него чего было более эстетично сейчас проводится статистика по девятовки это значит что мы сейчас все просмотрим просчитаем и уже в ближайшее время начнем понижать бордюры именно там но я хочу сказать что велогродно сами мы же не ходим сами и понижают конечно нам помогает и горе сполком и белавтодор они все участвуют в этом и оказывает на самом деле замечала высокие бордюры постоянно надо спешиваться потому что мне на них тяжело вот какие самые популярные все-таки в городе маршруты ну центр скорее всего это центр ну потому что много туристов приезжает посмотреть его и транспортная скажем так артерии из девятовки допустим приехать в центр сальшанки приехать с вишневца то есть вот это направление прорабатывается в основном и основные выезды из гродно то есть сторону того же августовского канала вот то есть в я думаю пышки велодорожка где ходят все время пешеходы наши популярны среди пешеходов который раз я прошу пешехода не хотите пожалуйста по велодорожкам очень горка сильно ходят дети да и бегут тебя навстречу или бегут под колеса да да а горка очень сильная и поэтому так тут нужно тормоза проверять тут нужно быть корректным всем и участникам на велосипеде и пешеходам если мы будем доброжелательно друг другу то проблем не будет а если мы будем воевать за дорожки то конечно будет может быть какие-то веломаршруты планируется построить сделать где-нибудь проложить асфальт если такое сейчас ведутся ли диалоги может с нашим область полкомом она на самом деле несколько но кроме вела вообще велогродно есть еще республиканская туристы республиканский турист и спортивный союз вот и они очень активно тоже участвуют разных грантах вот и я вот недавно слышал несколько месяцев назад что сделают маршрут из гродно в соколку вот и это будет дорога асфальтированная то есть через границу да и можно будет границу так стоять меньше и ну несколько маршрутов в районе августовского канала тоже есть у них варианты поэтому идет с каждым годом видно что в этом направлении все больше и больше движется но очень круто я бы хотел на самом деле чтобы в нашем городе больше людей пересели на велосипед конечно особенно когда час пик да почему бы я сам очень тоже любил полезно экологично очень здорово давайте еще раз напомню значит 21 июля все наши желающие зрители могут принять участие в веломарафоне соседи предварительно зарегистрироваться у вас не получится зарегистрироваться предварительно там регистрация есть на месте мы работаем с 9 до 11 можно приехать с паспортом и зарегистрироваться получили автобус будет отправляться в 8 утра с автовокзала 21 июля три автобуса будут я думаю что все желающие туда до платформу сейчас конкретно сайт не можем не сможем но вы увидели я думаю что очень много и мальчики увидим да если что да информация есть на сайте велогродная в соцсетях и у нас в телеграме есть группа суседи и есть свой бот который отвечает на все всевозможные вопросы поэтому добро пожаловать спасибо вам большое я надеюсь что многие зрители вдохновились и спасибо вам за то что вы организовать такие крутые мероприятия в нашем городе надеюсь все покатаются с ветерком никаких травм не будет и приедут скажем так в следующем году до поучаствовать спасибо приглашаем спасибо